Приветствую вас, хорошо вам ответила моя коллега, вот, коротко и довольно-таки по сути. Только вот в данном случае ее ответ, несмотря на то, что он правильный, все же объективно содержит недостаточно, на мой взгляд, рекомендаций вам. Ну, хотя бы потому, что ваш муж, он, скорее всего, не пойдет к психологу, прорабатывать свои страхи, просто потому, что мужчина, ваш мужчина считает, что у него все хорошо и что никаких проблем у него нет, скорее всего. Итак, вы пишите, помогите понять, чего хочет муж, и здесь я вам сразу могу констатировать, что заведомо ваша позиция не является правильной, потому что вам надо понимать не то, чего хочет ваш муж, а то, чего хотите вы. И делать то, чего хотите вы, и заниматься тем, чего хотите вы, а не пытаться понять, чего хочет ваш муж, который, может быть, и сам, даже толком не знает, чего он вообще хочет, что ему вообще нужно, потому что, ну, очень-очень сильно на это все указывает. Итак, основная проблема заключается в том, что ваш муж наговаривает на вашем этапе работы, говоря о том, что это говдорка какая-то, да, такая вот, в говдоре вам, ну, вообще-то говоря, нечего делать совершенно, и констатически уговаривать вас на то, чтобы вы не работали. Вот. А первоначально я подумал, было, что мужчина вообще не хочет, чтобы вы работали совсем. Ну, мало ли, может быть, он считает, что женщина должна работать даже для своего личностного роста и так далее. Но потом вы сказали, что он, в общем-то, не против, что вы работали, только няня в детском саду за 10 тысяч. Вот. И тут, как бы, очень интересный возникает момент, на мой взгляд. Ведь получается так, что мужчина, он не против того, чтобы вы работали вообще, а мужчина не хочет, чтобы вы работали там, где вы хотите, в определенных местах. Вот, например, няня в детском саду, и вот, пожалуйста, а вот в банке, в иностранном, это уже практически что-то не то. Возникает вопрос, почему так? С чем это связано? И ответ на этот вопрос, по моему мнению, заключается в том, что мужчина чувствует себя жутко неуверенным в себе. И не хочет, чтобы вы, с одной стороны, зарабатывали больше, чем он, по крайней мере, так на это очень сильно похоже. То есть, с другой стороны, не хочет, чтобы вы общались с кем-то из, скорее всего, мужчин. То есть, ему неприятно, что вы можете общаться с другими мужчинами, и кто-то, возможно, из них там понравится вам больше. То есть, это вот очень сильно напоминает такую вот ревность в купе с неуверенностью в себе. Ну, то есть, ревность, это всегда неверенность в себе, но здесь, как бы, это имеет 20 таких, знаете, полноценных симптомов, на мой взгляд. И это, на самом-то деле, большая проблема для вас, потому что, если мужчина руководится этим, а, смотрите, он, он ведь не против, чтобы вы работали. Значит, дело не в работе, как таковое, самой по себе. Дело именно в том, что он не хочет, чтобы вы работали в конкретном месте, а, значит, о вашем благе речь не идет. Мужчина именно не хочет, чтобы вы работали в определенном месте, чтобы вы реализовывались. Почему? Потому что это для него угроза. Другого объяснения, на самом деле, попросту нет. Для него это угроза. Да, другое дело, какая именно угроза, спросите вы, откуда он эту угрозу взял, тоже спросите вы. Но это уже к мужчине вопрос, и, скорее всего, дело здесь именно в неуверенности в себе. Опять же, по моему мнению, это прослеживается прям вот невооруженным взглядом и, в общем-то, очень ярко выражено. Это вот его, такая, защитная реакция, связанная с принижением вашего места работы и так далее. И прессинг вас моральный, значит, и, собственно говоря, постоянно поиск все новых и новых каких-то аргументов в пользу того, чтобы вы не работали. Не менее тревожным, на мой взгляд, является еще и такой момент. Почему человек хочет продать вашу квартиру, вашу жилплощадь? С чем это связано? Вот, казалось бы, у него есть своя жилплощадь, но она ополнена на маму. Он хочет продать вашу квартиру и купить дом. То есть, что получается? Человек хочет лишить вас своей жилплощади, получается, своей самостоятельности. Ну, в принципе, с мамой по поводу квартиры можно было бы договориться. Более, что вы говорите о том, что, в общем-то, дом вы не хотите. Мужчина хочет дом, а вы нет. Значит, он пытается реализовать свои желания через вас и за вас все. Отсюда я опять же делаю вывод, что думает ваш муж о себе и хочет, с одной стороны, ну, не знаю, может быть, у него мечта дом иметь. Может быть, для него это не символ мущественности, может быть, для него это как раз-таки возможность как-то реализоваться как мужчине. Вот, тогда возникает вопрос, а что, неужели других не было способов, да? Но это, как бы, детали уже важны именно вот то, что он это делает для себя. При этом, вы говорите о том, что, как бы, вы не хотите дом. Поэтому, это мужчина, как бы, внушает вам, что вы хотите, то есть он пытается навязать вам свои желания, что, опять же, не является чем-то таким хорошим, на мой взгляд. И здесь я, опять же, даю вам вопрос, почему вы позволяете человеку навязывать вам свои желания и убеждать вас в том, что вы чего-то хотите, хотя в действительности у вас желания этого нет. Тоже очень важный вопрос. Потому что здесь, может быть, неуверенность в себе уже ваша. Здесь могут быть и какие-то подсознательные страхи, может быть, ну, там, какие-то подсознательные страхи. Вот. И здесь могут быть какие-то ваши комплексы, опять же. Хотя это, безусловно, нужно еще разбираться и прорабатывать. То есть, смотрите, мужчина, он активно хочет, чтобы вы, судя по всему, были зависимы от него и чтобы, в общем-то, у вас не было ничего своего. Так, по крайней мере, вот, выходит из вашего сообщения, потому что, ну, объективно, никак не похоже на что-то населенное на вас. В зависимости от того, что вы не хотите. Понимаете? То есть, если вы не хотите чего-то, а человек вам это навязывает, значит, он делает для себя. То здесь все достаточно просто. Я надеюсь, и так же я надеюсь, что вы этот момент для себя уясните. И мне хотелось бы только лишь задать вам вопрос, если до декрета было все так же, то есть, мужчина вот так же среагировал на то, что вы хотите работать, например, то почему тогда вас, в принципе, все устраивало, а сейчас вдруг устраивать перестало? То есть, с какого момента, вот, вы же прямо вопросы даете, помогите понять, чего хочет мой муж, вот. Но если так было всегда, если так было раньше, возникает вопрос, опять же, что изменилось у вас? Либо вам надоело, либо вы стали чувствовать, что так дальше продолжаться не может. Чувства подостыли, уважать его стали меньше, интуиция у вас далась бедна. То есть, здесь вот, об этих всех моментах я предлагаю вам как следует подумать. Далее, вы, значит, пишите так, значит, как меня объяснить мужу, что работа у меня хорошая, если на все мои доводы он смеется и просто говорит, что нам не верят. Мне и моим друзьям, что они умалчивают, что там, значит, что там плохо. Ответ на ваш вопрос вам, Моис, не понравится никак. И как? Ваш муж здесь ведет себя либо как параноик, то есть человек, у которого болезнь, болезненное ощущение, что вот где-то плохо и никакие доводы, вообще никакие доводы ему не помогут. То есть это симптом психического заболевания. Вот. Либо ваш муж, целенаправленно, не хочет вам верить, потому что ему это невыгодно, потому что это заставит его поменять свою позицию, заставит его считать, например, как-то по-другому, заставит его отпустить вас. И, соответственно, подвергнуть себя неоправданному риску. Муж. То есть для мужа, для мужа, вот что-то будет очень плохое, если вы выйдете на работу. И он вам не говорит о том, что именно. Потому что либо он не знает стран и слепо верит в то, что говорит иногда, это очень серьезно. Либо он просто стыдится чего-то и специально вам не говорит, чтобы, ну, вы, например, не думали о нем, например, ухуже. Поэтому здесь ситуация замечается только в том, что никак, никак вам не объяснить взрослому человеку, что работа, вот ваша работа, она действительно хорошая. Ну, вот никак, это невозможно. К сожалению, и слова здесь никакие не помогут. То есть мужчина понимает, понимает все, что вы говорите, но не хочет это принимать. Именно не хочет. Не может, не не может, а не хочет. Это немного разные вещи. Если человек не хочет, его не заставит. Никак. И вам в этой ситуации надо просто гнуть свою линию и делать то, что вы считаете нудим, и все. Потому что мужчина, очевидно, хочет вас оформить, так сказать, на работу, которая ему кажется безопасной для него, и которая держала бы вас в определенном состоянии по отношению к нему. Пусть я не знаю, что это состояние, либо материальная зависимость, либо безопасность от мужчин, тут и же вам, наверное, самой лучше будет ответить на этот вопрос. То есть никак родному человеку не объяснить, если у него есть мотивы не принимать то, что говорите вы, друзья, никак. Как мне психологически выдержать его ежедневный натиск или утраиваться на работу? Как вам выдержать его ежедневный натиск? Я вам скажу так, что двигаться здесь нужно в двух направлениях. Во-первых, первое направление – это понимание того, почему он вот так себя ведет, то есть с чем связано его подобное поведение. Значит, ну, чтобы вот вы видели, что мужчина хочет, чего он желает, что ему нужно, да? Если вы поймете для себя, например, что двигает вас с мужчином, то иначе удерживать будет куда проще, потому что вы будете понимать, что по большому счету человек преследует только свои интересы и все. Больше, как бы, значит, ну, ничего не будет в этом контексте. Ага, то есть вы перестанете воспринимать его всерьез. Это вот очень важно, чтобы вы перестали воспринимать то, что он говорит именно в контексте вашей пользы. Ага, определили вы для себя, что он это делает исключительно только для себя. Не для вас, а для себя. Это вот очень важный момент в этой ситуации. Далее. Другое направление заключается в том, что вы работаете над более четким осознанием мотивации, своей мотивацией, ну, как бы, устроиться на работу. Для чего, зачем, почему вы этого хотите, ну, не ли вам это, что вы получите эту работу. Все это нужно постоянно держать сознание и помнить, чтобы у вас был мотив, чтобы у вас был стимул. Ну, а скрепляет эти два направления определенное поведение, которое проявляется в безразличии, когда мужчина касается этой темы. То есть просто перестает им отвечать, просто перестает как-то реагировать на его слова, когда он об этом говорит, и начинаете думать о чем-то своем, это тоже, пожалуй, и является здесь самым правильным и единственным возможным, если вы хотите именно выдерживать его моральные надписки. Хотя, безусловно, мне кажется, что проблема у вас куда более серьезная, и дело здесь совсем не только в работе, и не только в его желании того, чтобы вы выходили на эту самую работу, а делать здесь куда более глубже, и делать местное уважение к вам, в использовании вас, в том числе и по поводу жилой площади. И как бы это все очень серьезно, и мне только вот непонятно, почему вы все терпите такое отношение, почему у вас до сих пор не идет речь о, хотя бы, временном раздельном большинстве проживании, чтобы мужчина осознал, что он ведет себя неправильно. Потому что дальше будет только хуже. Если я правильно вас понял, мужчина – это такой вот тиран, который пытается вас подстроить под себя полностью, практически, и вряд ли с этим человеком вы будете счастливы, а поменяться ему можно будет только в случае, если он сам обрадится к психологу, чего, как я понял, не происходит. Далее. И не кажется ли мне, что это не из добрых поведений, хочется, чтобы я не работал? Не кажется ли вам, что он не из добрых поведений? То ли он хочет, чтобы я не развивал вас, то ли чтобы от него зависло? Да, вы здесь правильно мыслите, только, как я вам уже сказал, дело здесь не только в нежелании развития вам, и в желании зависимости вашей от всего. Дело здесь еще и в амбициях собственности. То есть мужчина хочет дом, дом для него имеет какое-то явно личное значение, и помимо этого он еще не хочет, чтобы вы работали в том дебанке, и, ну, возможно, именно по той причине как раз, что он ревнует и боится вас потерять, а сами он боится потерять и, собственно, возможность реализовать свои амбиции. Вот так мне видится ваша ситуация, и рекомендовать здесь можно только полный пересмотр отношений с этим мужчиной, четкие условия, согласно которым, например, человек обязательно идет к психологу, работает с ним, и только при этих условиях вы с ним будете вместе и будете продолжать с ним отношения. По-другому я полагаю, что ваша жизнь будет достаточно тяжелой, и самое, что печальное здесь, это то, что ребенок все это чувствует, и на него это негативно влияет, и на нем это негативно сказывается. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи!